Всем привет, ZBrush 2019, продолжаем доделывать Jumanji. Разберёмся, как сделать игровое поле. Тут будет два варианта. Так, опять открываем план 3D и всё по прошлому видео. Альфа, альфа, импорт. Выбираем нормальную текстурку. Ищем, где она тут. Вот эту вот возьмём. Так, следом, что у нас тут? Вот такое у нас поле. Make Poly Mesh. И погнали теперь творить. Заходим в поле F. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ещё добавим. Теперь геометрии. Отключаем DL Lower. Следом, поле F можно отключить. И опять же, маскинг, mask be alpha. Вот такая заготовка получается. И теперь деформация. Заходим в Offset, ставим по Z. X отключаем. И вот так вот это всё дело прибавляем. В принципе, прикольно, но углублённо. Ctrl Z прибавляем, делаем выпуклую. Вот такая вот штука получилась. В принципе, уже пойдёт. Также можно инвертировать Ctrl E маску и работать уже с задним полем. Так, Ctrl E, снимаем маску. Вот это дело теперь надо выгладить. Polish. Ну, в принципе, прикольная штука получилась. Так, следом, что можно сделать? Теперь Move. И давайте всё это дело вытянем. Вот до таких размеров. И немножко сплю с ним. Всё прикольно. Вот можно это дело всё использовать. Кстати, давайте я всё это дело сохраню. Export. Так, запишу в поле. И сохраняю на рабочий стол. Второй вариант какой будет? Так, следом, второй вариант. Опять же, возвращаем назад. Теперь, следом, теперь жмём текстуры, подгружаем текстурку и покажу ещё один вариант, как можно сделать. Открыть. Альфу отключаем. Теперь заходим в текстуры, переключаемся на текстуру, жмём значок видимости. Вот такая штукенция. Всё это дело теперь переворачиваем, используя глаз. Глаз, теперь можно, так, делаем прозрачность, вот до таких размеров. Вот так вот. Z, отключаем глаз и включаем теперь куб. Shift-Z, отключим пока текстуру. Теперь всё это заходим в геометрии, жмём Make Polymesh. Меш, заходим в Size, всё это дело сплюснем. Вот так вот сплюснем, сделаем потонше. И теперь всё это дело уменьшим, вот до таких размеров. Включаем текстуру, ещё можно уменьшить, вот так вот. И теперь с помощью Gizmo, вот так всё подставляем. Жмём Control, оттаскиваем и немного подкручиваем. Откручиваем опять же Control и вот так всё это дело моделируем. Вот так всё это опять же подтягиваем, где надо приподнять вверху. Вот таким образом. Очень, конечно, кропотливо, но результат тоже неплохой. Всё это дело вот так выкручиваем и пошли, пошли, пошли вот так всё это дело моделировать. Следом, отключаем текстуру, когда всё сделали Shift-Z, я всё не буду делать. Всё это дело снимаем, вот такая штукенция получается, полностью у вас будет поле. Вы его маскируете немножко, вот так вот. И следом, с помощью MOV и вот этого значка, вот так всё это дело можно вытянуть. Опять же, можно использовать в деформации Inflaten, вот так вот. Это уже без маскирования. И с помощью MOV, вот так всё это дело можно вытягивать. Следом, всё это дело делаете Dynamesh, Geometry, Dynamesh. Так, Shift-Z, ставите Project и опять же Dynamesh. Снимаем маску, повторяем, вот такая штука. Здесь опять же можно её подправлять, корректировать и можно сделать ZRMS, чтобы это всё было гладкое. Вот такие есть варианты. Также можно с помощью, допустим, если вы включите Cube, уменьшить Graph Size. Если у вас есть, допустим, ручка, то по текстуре всё это дело можно просто нарисовать. Вот так вот. Любая форма и опять же Ctrl-I, всё это дело вы вот так устанавливаете. И с помощью MOV, вот так всё это можно вытащить. Вот, в принципе, ещё такой вариант. Извините, что не по текстуре показываю, но, в принципе, процесс долгий. И так сразу и не показать. Ну, как вариант объяснить вот в таком духе. Вот такая толщина. Всё это дело делается Dynamesh, обрезается и вставляется уже именно в игру. Так, ну что, погнали следующий вариант делать, да? Всё это дело сейчас вставим в игру. Включаем файл. Открываем модель. Уже сделанную. И будем дальше уже это дело всё моделировать. Так, вот Jumanji. Отключаем видимость крышки. Следом делаем дубликат. Дубликат. И на дубликат уже можно установить именно вот эту текстуру, которую мы сделали. Рабочий стол. Открываем поле. Сейчас оно подгружается и будем его устанавливать. Вот так вот. С помощью Gizmo всё это дело перекручиваем. Вот так вот. И вот так вот. Ровно устанавливаем. Теперь заходим. Можно, кстати, тут сайзом пользоваться, но я уже привык тут. В деформации. И в деформации вот так всё это дело прибавляем. Вот так вот. Также теперь можно с помощью Gizmo это всё дело вытянуть. Чуть-чуть подкорректировать. Вот такое поле получилось. Быстро. Классно. Весело. Так, ну что, теперь добавим сферу. Append. И добавляем сферу. Переключаемся на неё. Жмём Geometry и жмём Size. Смотрим, как тут что установилось. Ещё немножко уменьшаем. Вот так вот. И что видим? Видим, что вот это всё у нас тут чуть-чуть сбито. По деформации. Но это не проблема. Потом всё это откорректируем. Так, сферу установили. Жмём прозрачность. Жмём Ctrl Shift. Stream Rect. И вот так всё это дело обрезаем. И немножко опять же её подкорректируем. Немножко ещё уменьшим. И немножко подкорректируем опять. Вот такая штукенция получилась. Так, что... Что будем делать следом? Открываем саппулы. Переключаемся на первую крышку. Вот так вот. И включаем вторую видимость крышки. И вот так вот всё это делаем. Так. Выравниваем. Включим первую крышку. Жмём Append. И жмём... Так, пардонки. Теперь давайте предварительно включим цилиндр. Вот так. Зайдём в Inicilize. И сделаем ему вот такую вот пустоту. Следом немножко уплотним. Добавим немножко архдевайды. И так, и так. И зайдём теперь делаем Make Polymesh. И переключаемся на модель именно игры. Включаем саппулы. Жмём Append. И подгружаем вот эту вот модельку. Вот этот саппул. С помощью Gizmo вытягиваем его вперёд. Вот так вот. И подгрузим давайте первого персонажа. Append. Так, не Append. Делаем дубликат. Заходим теперь в импорт. И находим по прошлым видео заготовки. Джиманджи. Так. Надеюсь на своё поле. Слон, обезьяна, охотник. Вот он. Открываем охотника. И с помощью MOV его вытягиваем. Так. Надо его теперь найти. Куда он у нас подгрузился. Жмём геометрии. Уменьшаем его. Вот он он. Вот так установим. И вот так его уменьшим. Приближаем. Всё это дело перекручиваем. С помощью MOV устанавливаем. И с помощью SIZ уменьшаем. Всё. Вот он у нас охотник. Сейчас мы его будем устанавливать. Чтобы всё это дело установилось нормально. Теперь включаем текстуру. Отгружаем её. Вот она чертёж. Находим. Открываем. Подгружаем. Всё это дело уменьшаем. Вот до таких размеров. И подгоняем именно уже здесь. На месте. Продолжаем. 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 ловим надпись все надпись поймана и жмем z и смотрим как установился наш гражданин вот так вот сюда помещаем следом переключаемся на цилиндр заходим в геометрии все это дело опять же уменьшаем shift z пока уберем текстуру все это дело вот так вот маскируем и с помощью mov вот так все это дело вытягиваем снимаем control левая кнопка мыши маску и делаем всей этой модели дай нам с вот такая штука теперь ее надо установить и с помощью сайс все это дело уменьшить и с помощью mov подогнать вот так вот shift z включаем видимость модели вроде бы поймали это делаем так и от этого всего смотрим делаем но ставим все вот эти вот детали так окна установлены немножко кое-где кое-что подкорректируем вот так вот и с помощью mov давайте наверно немножко это глубже посадим сильно не надо чтобы это все выделялось вот так вот теперь заходим sub tool и находим up and нажимаем переключаемся на куб и поработаем немножко с его внешним видом вот так вот ну и немножко сделаем сплю с помощью mov вытягиваем и немножко еще control z немножко еще его делаем тоньше вот так вот с помощью убизма теперь все это дело подгоняем вот так все это дело устанавливаем смотрим что так как shift z вот так вот прям точно попали почти они почти а попал так и теперь отключаем видимость текстуры и с помощью убизма это все дело чуть-чуть углубляем и немножко еще глубже вот так вот застрелу теперь control и передвигаем это все дело зеркально вот так вот опять включаем текстуру опять включаем текстуру и тут уже надо ее она сбилась у меня надо ее немножко подкорректировать вот так вот вот таким вот образом ну и опять же ее посадить чуть-чуть глубже чтоб стрела выделялась так все это есть и вот так вот повторяем теперь следующие операции смотрим что у нас вверху делаем control но включаем делаем control и вытягиваем это все дело и вот так перекручиваем ну так и всю оттягиваем вот в это место следом можно прибавить именно так control control z используя используя гизму можно вот так все это дело вытянуть и установить вот сюда вот так и с помощью control опять же все это опускаем вниз включаем теперь нашего охотника саптул охотник и с помощью мов чуть-чуть его тут подкорректируем чуть-чуть вот так вот можно его вытянуть вот так вот ну вроде сидит на месте и немножко перекрутить смотрим со всех ракурсов как он установился где-то можно еще посадить его глубже вот что-то такое получается так смотрим что тут у нас выходит вот такая штука сделаем control и и можно тут кое-что пообрезать лишнее чтобы потом все это дело нам не мешало вот что-то в таком духе теперь надо вот эту рамку всю объединить так поднимаем это кверху переключаемся на саптул жмем merge и merge down жмем ok рамка есть теперь все это дело надо объединить control w и сделать всему этому дайна мэш геометрии дайна мэш после вот такая вот игра получается после установки всех деталей еще вот надо добавить листья и горы на фасад и потом можно с этим еще будет чуть-чуть поработать так ну что еще тут есть так так вот такая вот такое игровое поле внутри и вот такая вся модель именно снаружи все всем пока до свидания будем еще ее доделывать вот 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 Продолжение следует...